Ручное опыление тыквенных Ручное опыление тыквенных. Кукурбита сия. Цветки семейства тыквенных могут опыляться вручную. Это помогает избежать нежелательного искрещивания. Преимуществами этого метода является его простота и тот факт, что он позволяет выращивать несколько различных подвидов одного вида в одном саду без необходимости их изоляции. Рассмотрим сначала ручное опыление больших цветков семейства тыквенных. Вечером накануне опыления нужно отметить мужские и женские цветки одного вида, которые начинают открываться. В этот период они имеют характерный желто-кремовый цвет и еще не распустились. Цветение длится только один день. Женские цветки имеют на своем стебле маленький детский плод, который еще не развился. Мужские цветки имеют стройные стебли, которые не выпячиваются. Женские цветы, которые вы выбрали на нескольких растениях, нужно закрыть на черенке с помощью прищепки, бумажной клейкой ленты или небольшого шнурка, который завязывается не очень туго, чтобы не повредить цветок. То же самое нужно сделать с мужскими цветками, но выбирая по три на каждом растении, что улучшает генетическую разнообразность. Это делается для того, чтобы насекомые не могли попасть в цветок утром. Для того, чтобы на следующий день легко найти выбранные цветки, можно обозначить их местоположение колышками. Утром мужские цветки срываются и переносятся к женским цветкам. Это делается до наступления жары, поскольку сбродившая пыльца не может быть оплодотворенной, а цветы опять закроются. Для начала убираются лепестки трех мужских цветков, затем забирается прищепка или шнурок с женского цветка. И пестики опыляются тычинками мужских цветков. Если в процессе опыления пчела решила прилететь и полакомиться нектаром из женского цветка, который только что был запылен, нельзя его больше использовать. Пчелы переносят смесь пыльцы других растений, что приводит к нежелательному скрещиванию. После успешного завершения ручного опыления, женский цветок снова закрывается тем же способом, что и накануне вечером. Для того, чтобы во время сбора урожая найти растения, опыленные вручную, нужно обозначить плодоножку ярлычком или цветной ниткой. Ручное опыление растений семейства тыквенных с меньшими цветками требует намного больше усилий и терпения. Что касается дыни, то нужно учесть, что 80% цветков расцветают спонтанно. Поэтому ручное опыление не так эффективно, как опыление насекомыми. Шансы на успех не больше 10-15%. Зато процент удачного ручного опыления для арбуза составляет 50-75%. И для огурца 85%. Для других растений, таких как кукуруза или подсолнух, нужен другой способ. Обратитесь к модулям каждого конкретного овоща. Продолжение следует...